Ясно. Так, ну мы посмотрим здесь. Ух ты, рыжая красавица. Ну прикольно, очень красиво. И тоже объемный эффект какой-то. Вот объемный, прям реально. Приехала одна группа, женщины, да, такие эзотеричные, такие. А, я почувствую, да, я почувствую, говорит, твоя энергетика. Такая, почувствую. Другая подошла там, еще что-то там почувствовала, все такие волшебные. А вы откуда? А, Мички, я думал вы откуда-нибудь с Америки. А вы водитель или видеоблогер? Привет, друзья. Вы снова на канале Удивительные Окуни. Сегодня 25 сентября. Два часа дня, воскресенье. Так, видите, пасмурно. И я сейчас поеду вот на своей буханочке, на машине, поеду, ну, недалеко здесь в деревне, в гостиное пространство Белотара. Для того, чтобы встретиться с интересным человеком. Многие, кто связан с Окунево, его знают. Это Павел Азанов, художник. Он занимается аэрографией. Расскажет вам, что это такое. Оформлял несколько помещений жилых в Окунево. Он все это нам покажет, расскажет. Он не живет постоянно в деревне, но уже много лет, по нескольку месяцев пребывает здесь. Вот с мая по октябрь. И вот, я попрошу его рассказать о себе и о своих взаимоотношениях с нашей деревней, с Окунево. Я думаю, получится интересная беседа. Ну, все, друзья, вперед. Да, вот уже. Вы в друга снимаете. Да, да, да. Вот, дуэль, дуэль. Я сейчас уберу, да. Дуэль. Айфон против Сони. Так, ладно. Вот, друзья. Сегодня у меня выходной. Да. Вот, приехал я в гостиное пространство Белотара. Вот это хозяин. Говинг Нишат. Это индиец. Ты гражданин Индии, да? Уже гражданин. Уже гражданин России. Вот так вот. Вот так вот. Но все равно в душе ты индиец, так же? Еще русским не стал. Вот. Так, ну, сегодня мы не про Говинда. Сегодня мы про Павла Азанова. Всем привет. Говинд у нас на очереди. Всем привет. Ну вот, Паша. Вот это пространство гостиного дома Белотара. Вот. Вот. И как раз здесь как символ. Белотары. Да. Вот картина. А, это прекрасно. Белотара, это у славян была богиня, но больше я ничего не знаю. Это не только у славян. Я тебе так скажу, что... Нет, это зеленая тара. Да. Она нарисована... Нитро, автомобильная нитро под лаком. Должна достаточно долго продержаться. Я надеюсь. Но солнце на нее не попадает, видишь? Солнце не попадает. Ну и вообще, эта краска, она достаточно светоустойчивая. А вот это перламутр. Вот если ее под углом попробовать поснимать, вот этот синий и сиреневый, это перламутр. Ну вообще, когда попадает свет на нее, он немного переливается. Ну, честно говоря, очень меня впечатляет. Вот эта объемность, какая-то размытость. Вот это, наверное, кистью так тяжело добиться, да? Вот такие переходы. Да, почему аэрография, техника, она и заключается в том, чтобы дать такой вот переход, да? Знаешь, самое интересное, это мой инстаграм, кстати. А, да? Пусть подписываются. Ко мне в подписи. А, инстаграм, да. Я там выкладываю и про Окунево, и про все подряд. Самое интересное, знаешь, как я ее рисовал? Вот она же большая, стоит на веранде. И я в том году, в сентябре, то есть привезли из Омска краску. Тут у Саши компрессор появился. Я, короче, подключил, такой рисую. Приходят, приехала одна группа, женщины, да, такие эзотерички. Я чувствую, да, я почувствую, говорит, твоя энергетика. Такая, почувствую. Другая подошла там, еще что-то там почувствовала, все такие волшебные. Там на следующий день одна приходит. Мне во сне пришла Белотара. Она сказала, это не она, это не она. Там другая женщина подходит. Мне во сне пришла Белотара. Она сказала, это она, это она. Другой парень приходит, видит ее, короче, такой. И, короче, говорит, блин, она похожа на мою секретаршу. Третий подходит, говорит, она похожа на мою сестру, там, кто-то еще на кого-то. И все вот, кто подходил, говорили, что она там на кого-то похожа или там не похожа, да? Слушай, ну это получается какой-то собирательный образ у тебя, да, вышел? Да, и это невозможно. Просто много так человек, кто вот сказал, что она там похожа, как-то там, что там во сне приходили, там, ну вот. А вот. Ты, например, откуда брал лицо это? Вообще ниоткуда. Я просто нарисовал карандашом, да? Мы договорились примерно, как будет выглядеть, там, руки в сторону, как она будет идти, какой фон. И вот как получилось, так получилось. Ну, я прям, я не срисовал ниоткуда. Ну, короче, ты так увидел, да? Оно как рисовалось, получается. Ну, вот, кстати, лицо немножко похоже на белую тару, которая, белую тару, которая возле тюпа стоит. Вырезанная. Да, вырезанная. Ты знаешь, вот что-то есть. И разрез глаз. Может, может быть. Да. Я уже совсем соглашусь. Да, 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 да. Вот. А волосы, кстати, многим даже было непонятно, почему вот волосы, как, не как у блондинки, там, или какие-то желтые, может быть, да, там, с желтизной, там, или светлые, чтобы были. Вот. Вот, ну, русы как-то, я не знаю. Да, все хорошо. Кто-то там говорит, ты нарисовал, наверное, свою, это, мечту какую-то. А может быть такое, да? Может быть. Может быть. Павел, ну, тебе нравится такой типаж? Да. Меня устраивает. Берем. А как она готовит? Готовит. А вот на ужин вселенная. А второй руке, ну, ничего. Ну, ясно. Тут просто. Ну, ладно, пойдем вовнутрь сейчас. Пойдем, пойдем. Вот мы с Павловым зашли в дом, в жилой, да, Беллотара. Вот это дом Беллотаре. Вот. Здесь тоже я рисовал рисунок, кистью сделано и колерами. Колеры, эмульсия, ну, и все это под лак. А, еще. Красиво. Это кистью, да? Просто кистью. А, вот ты сказал аэрография. А что вообще это такое, аэрография? Аэрография, сейчас я покажу, что такое аэрография. Это такой инструмент, для тех, кто не знает, небольшой краскопульт в виде ручки, который подключается к компрессору. Компрессор нагоняет воздух. И небольшая емкость с краской и подается воздух и краска. То есть через рычажок тонкая струя, как на краскопульте, выдает. И она регулируется. Получается, можно делать шире, тоньше. И можно сделать... Ну, а как ты смешиваешь краски? Рисунки. А, ты просто... Там же надо штана какие-то. Да, ты каждый раз снимаешь, откручиваешь бутылечек, выливаешь, чисто-начисто. Потом заново мешаешь в нем, подсоединяешь и красишь опять. Нужен другой цвет? Все заново. Это не очень просто. Ну, да, да, да. Руки привыкают. Так, сейчас я покажу. Ну, аэрография, она для чего вообще используется? Для больших площадей, в смысле, да? Или как? Она используется вообще для всего, начиная... Вот мы ее использовали еще на телефонах. То есть на маленьких телефонах, на ноутбуках, автомобилях. В смысле? Это вы разукрашивали корпус телефона, да? Да, да. То есть любая мелкая деталь... Тоже, да, делала? По крупной стены, там, объема. А чем это, например, прикольнее, чем рукой, там, кистью или что? Что здесь? Она дает... Определенная техника дает распыл, эффект вот этих плавных переходов. Если кистью... И это быстрота. То есть если ты достаточно долго этим занимаешься и набил руку, то можно достаточно красиво и быстро нарисовать. Вот. Ну, а во-первых, это просто, ну, нравится. Да? Кому-то такая техника... Именно такой стиль, да? А на больших площадях это дает преимущество? Вот стену, например, ты расписываешь? Да. Можно по времени сделать это гораздо быстрее. Чем там валиком каким-то или кистью, да? Да, да. Ну, там уже с применением больших краскопультов аэрограф уже прорисовывает более мелкие детали. То есть там достаточно большой спектр вот этих вот краскопультов, которые... У них там определенные, да, получаются отверстия. И вот распыл может быть очень большим. Есть более мелкие краскопульты, там, мини-джеты, которыми красишь. И все это настраивается очень легко. И можно сделать все, что угодно. Фотографично главное, чтобы автомобили... Ну, кистью автомобиль не разрисуешь. Вообще-то это... Ну, да. Поэтому аэрография-то и использовалась. Мы вначале-то и занимались росписью на авто. А ты говоришь, мы. Это что? А у нас... У нас было несколько человек. И когда я учился в университете, на дизайнера интерьера, кстати, у меня все связано с художественным... С художеством... Ну, ты закончил, да? Да. У тебя высшее образование, дизайнер интерьера. Художественная школа. И с детства я рисовал, поэтому я и пошел туда дальше. Вот. У нас было небольшое, скажем так, СТО. Творческое, наверное. Не как у всех, да, там, по ремонту. Вот. Мы рисовали на машинах. Ну, красили, конечно. Ну, я видел там твои видео на канале у тебя. Это было начало 2000-х, это 2004-й год. Я не помню, говорил я во вступлении у Павла канал на Ютубе. Есть ссылочка будет в описании. Смотрите. Там, да, смотрите, подписывайтесь. Про ОК у него тоже бывают ролики. Ну, да, там не только про ОК у него, как у меня, но достаточно много про ОК у него интересные видео. Ну, что, показывай нам свои работы, с чего мы начнем. Как раз и мельком посмотрим гостиный дом Белотара. Да, кстати, люди будут знать, может быть, кто-то захочет приехать. Ух ты. Вот это аэрография, да? Это аэрография. Вот видно, что здесь очень плавный переход. Да, 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 да. То есть, такой распыл. Распыл. Вот эффект нерезкости придает объемность какую-то, да? Вот как бы нерезко, а в то же время кажется, что она объемная. Да. Где-то можно вот и кисть мы использовать, да, там, где-то там завитки там чуть-чуть. Вот. Изначально эта комната была цельная совместно с номером, который вот за этой стеной. Ну, очень красиво. Я думаю, вот люди, которые здесь останавливаются, они получают эстетическое удовольствие, наслаждение, вот, находясь в таком помещении. А тебе этот сюжет заказывали или вот тебе просто... Это мы придумали. Я придумал эскиз. Сначала нарисовал эскиз карандашиком цветным. И так как это все утвердилось, понравилось, прям, оно появилось на стене. Хозяйке или хозяину? Или им обоим? Им, им, двоим понравилось. Ну, и люди, которые приезжают сюда потом. Ну, а конечный результат им понравился? Конечно. Ну, вот, нам тоже, да, друзья? Сейчас мы соседний номер пройдем. Получается, вот этой стены раньше не было, и этот номер, он вот так по кругу был расписан. Это была одна большая комната. А, то есть он бы совмещен был с той комнатой, со второй, да? Сейчас стену сделали, и получилось, что, ну, по стилю остался-то рисунок один и тот же. Ага. Там продолжение получать. Там продолжение, сейчас я покажу. Сейчас я покажу. Сейчас я покажу тоже. Сейчас я покажу тоже. Здесь у нас сова, там у нас леса будет. Ну, вот, заодно посмотрели мы один из номеров, вот двухместный, да, получается? Они расположены на втором этаже, да, с видом на Окунево, из веранды. Ну, да. Ну, вот выходишь на верандочку, да, и вот смотрите, вид какой, да, прекрасный. Вид на деревья, вот, и здесь можно посидеть, вот, чаёк попить, кофеёк, и тоже понаслаждаться вот работой. Вот, вот, заходим. А, ну, видно, что стиль, стиль тот же. Снимаешь уже? Да, снимаю, снимаю. Да, вот, получается, продолжение у нас. И здесь, а, кстати, вот труба. Она печная труба, да? Это же мы на втором этаже, получается, да? Да, там она... Да. Труба покрашена кистью. Не аэрографом. Ну, такой технический стиль, она покрашена со всех сторон. Где-то тут, конечно, она уже чуть-чуть повредилась, пока комнату разделяли, строили, что-то сиделось. Ясно. Можно подреставрировать. Так, ну, мы посмотрим здесь. Ух ты, рыжая красавица. По времени... Ну, прикольно, очень красиво. И тоже объёмный эффект какой-то. Вот объёмный, прям реально. По времени это рисовалось два дня. Так, а вот это что у нас? Ух ты, такое ощущение, как будто это... А это знаешь что? Это штрих-корректор. Вообще. Вот, которым замазывать ошибки в тетрадках. А-а-а, да? Это мне помогала знакомая моя. И такая, ну, давай. Ну, такое ощущение, как бисеринки объёмные такие. Ну, прикольно. Очень красиво. Эту технику можно совмещать и с кистью, и так, и, в общем, со всем, чем угодно. Да, и тона-переход. Это, получается, чтобы вот эти переходы сделать, ты меняешь эти баллончики, да? Да, каждый раз надо менять. Каждый раз промывать. Ё-моё, это вот такое вот, да? Да, это такая работа достаточно... А говоришь быстро. Ну, я делаю это достаточно быстро. Вот по времени, вот это можно сделать за день. Вот эту стенку можно сделать за день. Ну, круто, круто, круто. Да. Как это ещё делось? Смотрите, друзья, вот мало ли кто захочет воспользоваться услугами Павла, его талантом. И вот приглашайте к себе, если хотите, какой-то интерьер облагородить, разукрасить где-то. Может, дача у кого-то, может, и дома. Всё, что угодно. Да, всё, что угодно. Автомобиль, кафельные плитки можно сделать. Автомобиль, кафельные плитки, в ванной можно. Метал, плавный. Ну, всё, что угодно. Вот Павел сделает вам чудесно. Вот вы ещё на канал зайдите к нему и посмотрите, какие там работы. Там он и портреты делает, там Андриана Челентана мне понравился, да, у тебя был? Да, от картины и масла. Да, то есть всё, что хотите, на ваш вкус, на ваше усмотрение, можете идеи сами подбрасывать. Так что вот давайте, друзья, вперёд. Творите вместе с Павлом. Творите. Вот Павел нарисовал летняя обеденная зона такая. Я её сейчас не снимаю, потому что тут не подготовлено для съёмок. Но вот карту мы снимем. Это нарисовал Павел, карту Окунева, да? Да, и знаешь, я вот сделал такие небольшие приколы. Там, да, ети, снежный человек, НЛО. И вот кто первый раз приезжает, они такие, так, как пройти вот туда? Там правда есть ети, а вот НЛО вот там видели, да? Ага, вот Поляна Перуна, вот Берегиня, да, вот мы вот так едем, заворачиваем налево на Поляну Перуна, а если прямо, мы на Берегиню попадаем. Да, я это срисовывал со спутника примерно, конечно. Ну, масштаб где-то, может, не совсем точный, но теперь людям более удобно объяснять, куда можно пройти. Это нарисовано прямо на стене, получается. Ну, да. Может, колеры. Карта 2021 год. А, в этом году. Азанов Павел. К 22-му ети, НЛО добавятся. Может быть, что-то ещё добавится. Да, да. Тут, кстати, я рисовал ещё одну картину, её уже забрали. Это было на Наваратре как раз. У нас тут жили люди со Шрама, Шиваиты. И я нарисовал такого большого Шива. Ну, ролик, это, наверное, будет в ролике, а потом с этим видео поделюсь с Димой. Ну, да. Хотя бы увидите так процесс. Попробую ставить. Да. Но ты меня приглашал, Павел меня приглашал на съёмки процесса, но лето мне некогда было. Да. В том, кого-то возил куда-то, не помню. Ну, короче, лето. То есть творить здесь можно достаточно много продолжительно и успешно. Это кто умеет творить. Да. Он не найдёт, что творить. А вот один из корпусов Белотары, вот тоже стену эту расписывал Павел, но оно, конечно, это как раз на южную сторону, на солнечную. Ну, уже года четыре, наверное, прошло. Да, года четыре всё выцвело, тем более солнце, понимаете, это самый такой агрессивный, наверное, да? Солнце, сырость. Здесь Сибирь-то тоже непростые погодные условия. Поэтому здесь всё надо реставрировать. Ну, ничего. Это сделать легко. Так вот этот дом называют солнышко. Солнышко тоже. Солнышко тоже нарисовано аэрографом, а я его рисовал как раз... Это на фанере? Фанера? Да, влагостойкая фанера, тоже нитроэмаль автомобильная под лаком. Сколько оно висит уже здесь? Ну, год висит. Ну, на него солнце попадает, да? Оно попадает, и мороз, и сырость, и... Ну, смотрю, хорошо. Ничего так... Ну, я думаю, ничего не будет. Ой, такое солнышко хорошее, прикольное вообще. Яркое такое. Да, яркое, такие... Лик такой благостный. Хорошая. Да, фанера хорошо держит влагостойко. Вот, друзья, еще одна работа Павла. Наверное, самая такая популярная, общедоступная. Она появилась в 2017 году, по-моему. Нарисована кистью просто и колерами, да, там с эмульсией. Это Велес. Вот у него знак Велеса есть. И тоже покрыта лаком, получается. Ну, она уже, конечно, немного... Ну, это с 17-го года, да? С 17-го года, да. И притом дождь, ветер, мороз, солнце. Да, да. Она прямо на солнечной стороне. Немного потерлась. Ее можно, конечно, реставрировать уже. Но в целом она еще достаточно долго держится. Конечно. Но это же мы близко подошли. А вот идешь по дороге, ее видно издалека. Ну, я, кстати, впервые, вот сейчас от тебя услышал, что это Велес. Я думал, это просто Волхов. Волхов. Ага. Нет, это Велес. И вот знак у него, вот это вот, как буква А, или как в виде быка перевернутая. Там, получается, за ним еще, да, вот так идет вверх. Ну, я знаю, что он был вроде покровителем скотоводов, может быть, поэтому как бы... Ну, это почитать, кому интересно, почитайте в разных источниках, кстати, по-разному. Где-то написано, что он еще как покровитель умерших. Да. Несколько функций, может быть, у него. Да, да, да. Поэтому... Ну, это один из главных богов в пантеоне, в славянском. Да. Ну, красиво очень. Друзья, еще раз вам напоминаю, что Павел может сотрудничать со всеми, кто пожелает. Он может все, что угодно вам оформить. От мобильного телефона, крышки, да? Ну, сейчас уже так не делают, это было раньше. Ну, да. Ну, автомобиль, вот стены наружные, стены внутренние, вы видели все это уже. Да, ну, здесь в интерьере, картины для интерьеров, в технике аэрография, ну, картины маслом тоже. Ну, и вот что-то подобное, колерами тоже можно сделать. Короче, на канал заходите, YouTube-канал Павла, ссылочка будет в описании, и там увидите его работы, и можете приглашать его. Я вам настоятельно рекомендую, я думаю, у него, вы договоритесь, да. И ехать. И цены у него, наверное, будут подешевле, чем у таких профессионалов. Это становится стеклянный, да, такой прям, как будто положили стекло туда, и вот небо отражается. Да-да-да-да, красиво, да? Вообще. То есть у нее другая тара. Вот она не красная почему-то такая, да, прям вот? Она получается как будто, кажется, что течение прям спокойнее, и она немного обмелела. Ничего себе немного, она сильно обмелела, там же вброд переходят. Вот, а мы сейчас с Павлом поищем место, где спокойно можно, где нам никто не помешает. Здесь вот люди маячат, вот кто-то подъехал уже. Сегодня просто выходные, и... А, да, сегодня же суббота. Люди ездят все равно, несмотря на холод. Сегодня суббота, а я во вступлении сказал, что воскресенье. Ага. Ничего. Ну, это рядом. Вот, мы сейчас, я думаю, мы вот так вот сейчас проедем туда, на Березняк. Там красивые березы. Я в прошлом году снимал там, и попробуем там пообеседовать. Да. А здесь вот сколько не приезжаешь сюда, да, вот, Паш, сколько лет уже, сколько не перестаешь этой красоте восхищаться, поражаться. Я вот даже мимо там гуляешь, проходишь, вот у тебя уже 300 этих фотографий, 300 вот этих вот снимков, снимков вот этого вот места. И ты все равно, у тебя рука вот так достает камеру и начинает снимать, и все равно. Аналогично, сколько уже здесь, и выбираешь уже какие-то новые ракурсы, то с угла тут, то так, то так, чтобы, потому что классический вариант уже у всех, у всех. И вроде бы кажется, что оно все одно и то же, но в чем-то все равно, где-то разница другая. Цвет, облака. Цвет, освещение облака, течение, ну, там, ветер, например, то рябь, то река, как зеркало вообще. По-разному, конечно. Да, так оно и есть. Ну, что, поехали. Вот, поехали. Народ пришел. Вот. Вот мы переехали сюда, на Березнячок. Здесь вообще замечательно, потому что хвойные деревья, они что осенью, что зимой, что летом, да. А вот как раз лиственные березы сейчас самый такой цимус. Ну, вот мы выбрали местечко такое. Вот оттуда, вот там вот смотровая, ее здесь не видно. Вот так мы проехали вдоль реки и вот выехали на Березнячок этот чудесный. Да, вот там вот барабаны у нас. Лавочка прям у реки. И здесь тишина такая. Вообще сказка. Ну, что, Паш? Аэрография аэрографией. А окуневая окуневая. Да, а окуневая окуневая. Вот. Я хотел тебе задать традиционный уже вопрос, который я, наверное, всем задаю. Что для тебя у окуневая? Это было первый раз в 2010 году. До этого наши знакомые ребята ездили. Может быть, найдутся даже те люди, кто помнят группу пришельцев. Они играли этническую музыку тогда. И, по-моему, в 2011 или в 2012 они выступали даже здесь на солнцестоянии. Наверняка их помнят. Мы тогда жили в Садху. Это мой знакомый друг Виталий. Играл на флейте. Вокалист. И Евгений. Тоже поет. Играет на гитаре. Вот. Группа пришельцев. Они приезжали сюда. Начиная с 2008 года. И в 2010 году, в общем, они такие говорят, есть такое классное место. Там окуневое место силы. Там вот какие-то озера, говорят, целебные. Какая-то легенда о кристалле, храм. Вот это все. И я подумал, ну, интересно же что-то происходит. И мы собрались такой вот командой. Первый раз. Приехали сюда. Я приехал сюда, это было на две недели, где-то середина июля. Я приехал. И, кстати, климат тогда чуть-чуть как будто был другой или что-то. Я не знаю. Все ходили на комарниках в этих москитных сетках. Погода вот так менялась. То дождь, то солнце. Это в 2010 году. Я приехал. Идет дождь, комары. Я в дождевике. Такой. Что происходит? Куда меня привезли? Июль месяц, да? Да. А холодно. Я такой. Я из Казахстана. Ну, север Казахстана. Погода похожая, конечно. Но все равно. Я такой, куда меня привезли? Что тут делать? И вот мы начали ходить по местам. Там Амкар, да. Там Тюб. Ну, я это воспринимал так. Ну, прикольное место. Очередная какая-то поездка. Я даже и не думал, как это все обернется, что я буду сюда ездить так часто. Первое впечатление мне не то, что не понравилось, но у меня не было ощущения какого-то, что вот что-то здесь такое необычное, да. И эта поездка прошла буквально как-то быстро. Когда я вернулся домой... А сколько ты пробыл? Первый раз две недели. Куда-то ездили вы? Мы ездили на озера, да, вот. На озера. И, по-моему, Дима, ты нас возил. Ну да, я же помню, я познакомился с Виталиком, с Женей. Да, да, мы ездили на озера, Данилово, все как надо. На Шайтан ездили? На Шайтан мы ходили. Мы тогда ходили. Озера мне тоже тогда понравилась. Это вся поездка, конечно. Еще были такие места, раньше же все искали вот эти вот точки, места силы за пределами окуневого плато там, спирали. Но вот эти спирали, это в этот год было или на следующий? Это было в 2010 году. Я вас возил с ночевой, это разве в 2010, не потом ли? Помнишь, я вас оставлял там? Да, но в 2010 мы ходили сами. А, нет. Нет, вы с ночевкой не могли, у вас же рюкзаки, там много вещей было. По-моему, ты нас довозил до какого-то места, и мы там через лес шли. Да, да, да. Я помню, что мы еще в 12 ночи по лесу шли, пришли на это место просто в лесу, где нет рядом никого, мы пришли в 12 ночи, я не понимал, куда мы идем. Лес, тайга, как бы. А я помню, когда я вас забирал, это два раза я привозил, не знаю, был ли ты в обоих поездках. Первый раз я вас не на спирали привозил, а где-то вот высадил, и вы пошли пешком. Вот, наверное, то, что ты рассказываешь. Потом, когда я вас забирал, вы все пить, пить, пить. Есть ли вода? Вы не рассчитали запасов воды и помирали от жажды. Да, я помню. Там просто не было ни реки, нигде ничего. И вот, кстати, после вот этой поездки, вообще, когда я оказался уже не в окне у себя дома, я такой, я слушал там определенную музыку, потом думал, что-то вот мантры прикольная музыка. Я никогда не знал, что я буду начинать увлекаться там потом как-то там. Ну, сейчас я не вегетарианец, но я тогда начал там так, медитация, вегетариация, я начал все читать, как-то там смотреть что-то. И все-таки вот первая поездка как-то повлияла. Вторая поездка тоже произошла вот с нашей компанией, это 2011 год. Вот тогда мы поездили уже, помасштабнее у нас была поездка и археологический там лагерь какой-то, я не помню в какую сторону, и какая-то там база там еще с советских времен заброшена, мы туда ездили. Но это не на Темиряк? На Темиряк тоже ездили, да, но база это была в другом месте, я, конечно, сейчас не помню дороги. Поездили мы, в общем, достаточно много в то время. И вот с 2011-2012, да, был такой особый год, я помню, в 2012-м просто было море какого-то знакомства, много какого-то движения в Окунево. И я опять же, я никогда специально не собирался сюда приезжать, всегда выходило так, что каждый год я все равно возвращался сюда. Новые знакомства, новые какие-то события. У меня тогда появилась там камера, да, первая, я начал фотографировать, первые снимки где-то корявые, первые видео тоже какие-то корявые. Я уже тогда, как художник, хотел это все как-то запечатлеть. И вот сейчас, вот каждый год приезжаешь и продолжаешь какую-то фото-видеосъемку здесь. Что вообще Окунево для меня, да? Ну, в определенном плане я считаю, что это, наверное, место силы. Но это даже не то, что я вот подразумеваю под местом силы там, да, какие-то места, точки, потоки, которые там исходят, или еще что-то там, как Амкар, там, не знаю, тюб. А место силы, наверное, то, что это место объединяет каких-то людей, и здесь, можно сказать, сила тоже в людях. И они вот здесь объединяются, и происходят новые знакомства, новые какие-то интересные события, которые в дальнейшем могут повлиять с пользой на твою жизнь. Здесь много места, я думаю, для творчества, вообще творческих людей сюда приезжает тоже много. И вот это все вот объединение в этом месте и делает, то есть люди также делают место силы еще более местом сил, там, сильным местом, да, скажем так. Потому что это все создает определенную такую атмосферу. Я думаю, чем больше людей будет знать про это место, благодаря, там, нашим фотографиям, нашим видеосъемкам, тем больше, наверное, это место обретет какой-то, ну, такой, скажем так, масштаб, да, масштаб может быть там в мировом. Потому что в мировом в плане, в плане, вот мне много пишут там, люди из Германии, кто-то пишет, и даже там из Америки, находит в Инстаграме как-то там, вот, там пишут, я интересуюсь там культурой Сибири, увидели ваши видео, расскажите об этом месте. И ты через переводчик что-то там им, то есть переводишь и отсылаешь. Есть и такое, место начинает интересоваться за рубежом. Очень много здесь, конечно, интересных местных жителей, которые... Ну, местных переселенцев или аборигенов? Вот, и тех, и тех, да, кто здесь остался. Кстати, я заметил, что, да, такая тенденция в плане того, что многие люди, которые приезжают сюда первый раз, они прям вот, ну, хотят тут жить, все, я понял, это мое место. Кто-то, кто-то остается здесь и живет, кто-то пытается здесь жить, и у него не получается, уезжает. Ну, причин много, но у многих, скажем так, одно желание, что они вот именно, как говорят, вот это мой дом, например, у него, да, и у них такое желание появляется. Ну, это, как правило, у тех, кто приезжает, приезжают в благостное время. Да. Приезжают же летом. Тут окуньево место сил еще не только вот летом, а зимой оно проверяет, какой ты сильный. Человек приехал в августе, ходит, благостно, ни комаров, ничего там, ой, как классно, хочу здесь жить, да, а потом наступает долгое серое-серое время, которое тянется бесконечно, это зима, которая 7 месяцев здесь тянется. Зима долгая, но она красивая и очень тихая, очень спокойная. Я здесь пожил зимой немного, снимал тоже видео, фотографии, ну, вот здесь, мне кажется, просто сказано. Трудно, трудно условие, конечно, да, там холодно, топить печку, надо где-то как-то жить, но она красивая здесь зима. И тихо, и тихо. Это очень, очень тихо, вот эта тишина, она прям звенит, вот ты идешь по лесу, и вот этот вот хруст, что кто-то идет там за несколько, там, 2-3 километра, слышно, как снег хрустит там, если мороз, да. Вот деревья вот эти вот скрипят, да, там от ветра качаются немного. Ну, этот, конечно, стоит того, чтобы сюда приезжать, я думаю, не только летом. Вот мы сейчас слышим барабанщики, сейчас уже холодно, наконец-то. Да, это вот там вот, где лестница вот эта, это называют Пупумба, да, место Пупумба. Мы сейчас мимо проезжали, там люди до сих пор сидят, и костер, и... Я так и не снимал, не получалось у меня как-то. Барабаны все еще звучат, они здесь прям до первых колоколов, по-моему. Так что все тут достаточно интересно. А вообще же здесь и много... Ну, сейчас не знаю, археологи тут копают, не копают, тут же тоже... Ну, все, все перестали, все, все сейчас свернуто, все сейчас, ну, это не в этом суть. Я, например, сюда не из-за археологов переезжал, мне как-то было все равно, копали тут или нет. Вот, ты говоришь, место, вот, силы, люди. Но ведь смотри, тебя-то сюда, каждый раз ты приезжаешь и приезжаешь, приезжаешь и приезжаешь. Приезжаешь и приезжаешь. Что-то, какая-то сила тебя же сюда притягивает. То есть, можно давать этому логическое объяснение. А на самом-то деле, это действительно, наверное, вот сила какая-то. У тебя было окно вообще, когда ты год, который ты не приезжал с десятого? Или ты каждый год? С десятого года у меня получается так, что я приезжаю сюда каждый год, вот, уже 11 лет. Прогулов не было, получается? Вообще никак. Так, ну, единственное, что я все года ездил, ну, так, да, там, на две недельки. А, наверное, с 2018-го вот, остаешься там 2-3 месяца, 4. В этом году я вообще прям с конца мая и вот сейчас пока здесь нахожусь. Самый такой, наверное, в этом году длительный период. Но здесь ты, когда находишься, ты живешь, такое ощущение, что ты лето проживаешь. В нем столько событий, как будто ты там года 2-3 где-то прожил. Столько людей, поток, ну, лично у меня так. Ну, да, да, да. Кто-то говорил, похожее тоже, вот, кто как чувствует. Ну, это, наверное, касается больше людей, как ты, непривязанных, у которых нет здесь собственности, хозяйства, кто не заморочен огородами, там, козами, коровами, заготовкой, там, дров, сена. Вот, действительно, когда ты свободен, ты можешь рассвет убежать, на тюб встретить, пофотографировать. Ты можешь там в лес уйти и допоздна быть на той же, это, по пумбе. У барабанщиков можешь до утра сидеть ночью. Конечно. Что не могут себе позволить часто люди, которые здесь живут вот постоянно. Так что, друзья, я оговорку вот хочу сделать по этому поводу, что, когда вы обзаводите здесь уже, корни пускаете, начинаете жить, через какое-то время, конечно, суета поддавливает. У меня по этому поводу есть видео. Вот, а у меня вопрос такой, Паш, может, перейдем давай туда? А, давай, можно пройтись. Да, пройдемся. У меня такой вопрос. Если бы у тебя была возможность, ты бы жил бы здесь, хотел бы здесь жить постоянно? А пока на данный момент я такого не чувствую. Почему-то, несмотря на то, что я здесь каждый год, я не чувствую, что я хочу здесь впустить корни. Может быть, это обусловлено, что я знаю, что такое хозяйство, что это непросто. И можно многим людям, которые живут здесь и занимаются этим, поставить памятник. Я понимаю, как это сложно. Но еще, так как я занимаюсь каким-то творчеством, мне всегда хочется поехать еще куда-то, где-то что-то увидеть, поснимать, порисовать. Потому что картины и вот это вдохновение, оно все-таки приходит, когда ты еще и путешествуешь. Ну, не сидишь вот так вот, да, там, постоянно в одном месте. Если бы у меня здесь было хозяйство, конечно, мне бы уже было бы, ну, не до картин, не до какого-то там искусства. Пришлось бы заниматься. Ну, и общался бы, наверное, меньше бы. Да, и, конечно. С людьми, потому что время занимает. Было бы просто некогда. А сколько тебе лет, Паша? Можешь не отвечать. Можешь не отвечать. Не, 36. 36. Хокетливо ответил, Паша. Вот. Ну, жизнь такая, много где поездил, ну, не за рубежом, получалось всегда как-то по России. Ну, прошлую зиму ты в Сочи. Хотя сам Казахстан. В Сочи был прошлую зиму, да? Там снимал видео, на канале есть. А в Сочи? Я был, ну, много где там. Петербург, Калининград, вообще. Вот. Сам родом, да, из Казахстана. Из Кастаная, да? Город Кустанай. Север. Какой я пишут Кастанай, вроде, да? Кастанай. Ну, переделанно уже. Да, раньше было Кустанай, я помню. А когда-то была эта часть Российской империи. Город был Новониколаевск. Это 350 примерно километров от Челябинска. Угу. Вот. Такая история. Давай, может, спустимся к этому. Кстати, я не знаю почему, но вот я, когда первые года приезжал сюда, я почему-то не мог купаться в реке Тара. Я как-то так к ней настороженно относился почему-то. Не знаю. И вот первые года 3-4 я не мог в нее зайти. По какой причине? По какой причине? Я не знаю. Просто вот не хотелось. Ну, видишь. Потом я, когда уже, наверное, первый раз вступался в ней, скажу, в 13-м или 14-м. Я такой думал, ну, почему же я раньше этого не делал? Ну... Сейчас-то понимаешь, какая она все-таки необычная речка. Вот. Здесь мы и на лодках плавали, и даже находили монетки еще старые, со старых времен. Интересные. Со старых, с каких? А, 300 лет назад тысячи. Да. Вот Екатерина II, там, вот берега. Там деревня, она же тоже непростая. Берега осыпаются и что-то вымывает где-то. А деревня-то 300 лет с копейками. Да-да-да. И, по-моему, она называлась... Она, по-моему, с хорошими копейками. Что-то там 370, что-то такое, да? Оно же, по-моему, то ли Ремезово называлось сначала, то ли Резино, что-то такое. Ага. То Окунево. Вот. Я к своему стыду вообще историю не знаю. Деревни и... Мы как-то смотрели, что... И, кстати, у нас были знакомства с археологами. Они рассказывали, что в этой местности люди жили всегда, постоянно. То есть, 2000 лет назад, 3000 лет назад, там, 5000 лет назад. Но поселение их было смещено примерно ближе к Амкару. Вот, если кто знает, как идти на Амкару до камня, да, который сейчас стоит, там, огороженный. И вот это такая поляна, где там полевые дороги вот так расходятся. Да-да-да. Вот в этом месте раньше жили люди. И вот еще в 2010 году, я помню, по этим дорогам, по которым сейчас полевые машины проезжают, можно было найти множество таких вот черепков, да? Там, глиняных. У меня подруга моя, к сожалению, она уже покойная, умерла. Она от онкологии. Она из Новосибирска. Приезжала сюда много раз тоже. И она, у нее, по-моему, брат родной в Академгородке, где-то там что-то в ней. И она ему давала на анализ вот эти вот, собирала. И он реально сказал ей полторы-две тысячи лет вот эти черепушечки были. Она вот в том месте собирала, где ты говоришь. Так что это уже не байки интернетовские. Она реально отдавала на анализ и установлена... Так полторы-две тысячи лет это еще мало, потому что вот с теми археологами, которыми я встречался, они говорили о находках и пяти тысяч. Ну, это же на поверхности, вот, блин, прям... Да, вот как-то проявляют и, видать, какой-то слой с земли, может быть. Ну, не знаю, как они, оказывается, выдавливают, так непонятно. Сейчас я заметил, что их вот нет уже так, их не найти вот этих осколков. Почему тогда, интересно? Собрали или что-то изменилось? Вон, тарабанят, барабанят, да? Интересно, вот, настанет год, когда Павел Азанов не приедет в Окунево лето. Если с десятого, это одиннадцатое лето, ты сюда приезжаешь без прогулов, да? Да. Вот. Наверное, если Павел сюда не приедет, это значит наступают времена. Какие-то. Какие-то, да, наступают какие-то времена. Маха, краньки. Не знаю, не знаю. Потому что в этом году тоже были столько дел, как бы и документы, и там еще что-то. Я не планировал, не думал, что я попаду сюда. Просто у меня вероятность была, не знаю, там процентов, наверное, 10, что я сюда приеду. И все равно так получилось, что я приехал еще и раньше, еще и на дольше. Вот как ни крути, что-то выходит так, что тебя сюда ведет, и ты вот знакомишься с людьми, привозишь или творишь тут что-то, свое творчество, да? Ну, наверное, что-то не случайно здесь. Ну, да. Ну, не знаю. Всегда планы у таких людей, у творческих, все внезапно, все такого, да? Одним днем здесь и сейчас так сильно-то не планируем. Как пойдет, куда поведет, да? Такое часто бывает, что абсолютно в твои планы, в твою жизнь может что-то вмешаться. Буквально за минуту один телефонный звонок, и все пойдет по-другому. То есть это никто не может, конечно. А вот смотри, получается, ты повзрослел на 10 лет, да? На 11 с твоей первой поездки. Безусловно, человек меняется, ты изменился там 26 и 36 лет. Это большая разница. Вот. Но изменилась ли деревня с 2010 на 2021 год? Вот, по твоему мнению, как поменялось окунево? И поменялось ли? Вот. Может быть, это ты сам поменялся? И, соответственно, как человек одевает очки, да, стекла, и весь мир меняется, потому что он меняет цвет стекол. Да. В чем-то... Нет, она поменялась, конечно, поменялась. Поменялось где-то видение у тебя все равно на окуневой. И, может быть, благодаря окунево и на другое что-то. То есть, если говорить о каких-то физических явлениях в окунево, конечно, она где-то расстроилась, обновилась. Одни жители сменили другие. Домики стали где-то в большей своей степени красивее. Появились новые. Видно, что деревня, да, расширяется. Там даже улица новая, может быть, ты знал, появилась. Миличная. Солнечная называется. Какая? Она идет со стороны зеленой, где заканчивается зеленая улица, налево уходит туда в лес, там будет солнечная улица. И там уже люди какие-то приобрели себе участки. То есть она расширяется. То есть в этом плане, конечно, окунево меняется. Ну, люди тоже меняются. Если, например, я помню, в первые годы, да, там 2010-й, там, может быть, кто-то раньше приезжал. Много людей приезжали именно такие, наверное, искатели в плане того, что они хотели что-то найти. У них какие-то экспедиционные такие моменты были. Они ходили, да, там, на места определенной точки, какие-то экспедиции, что-то пытались найти. Тогда всех захлестнула вот эта вот волна, да, там, о кристалле, там, что он где-то спрятан, на несколько частей разделен об озерах. Сейчас я посмотрел, что немного контингент как бы сменился. Приезжают... Никого это не интересует сейчас. Да, больше как будто особо это сейчас никого не интересует. Люди приезжают, многие просто отдыхать, семьями, ну, попутешествовать, вот. Кто-то ищет свой дом, да, здесь и пытается застолбиться и жить. Кто-то приезжает с какой-то целью в плане, там, да, привести какие-то группы, провести какие-то практики. Ну, все достаточно вот так вот в рамках деревни. Ну, катаются там, ездят на озера, вот, заряжаются в этом плане. Тоже вот все изменилось, наверное. Ну, скажем так, эзотериков приезжает меньше, вот, чистых таких, как раньше там. Даже не эзотериков, а вот каких-то, наверное, искателей. Потому что есть эзотерики, да, такие духовные, которые все-таки приезжают, они ходят в ашрам или что-то практикуют. Но их тоже меньше, наверное, чем были тогда. Да, а вот люди приезжают именно в плане как-то, наверное, больше сейчас отдохнуть, расслабиться. Возможно, сейчас эти все меры, да, там, уже карантин, они просто людей так надоели. Просто, что все приезжают здесь. Ну, деревня благостная, да, допустим. И в отличие от, скажем, обычной деревни, где 100% местных аборигенов тебя будут под микроскопом рассматривать нового человека. Здесь такого нет, да, здесь никто ни на кого не обращает внимания. Я сам иногда рассматриваю. Ну, кто-то приезжает, то есть смотришь. Вот, да, интересно. Оно просто прям собирает как будто каких-то людей для каких-то встреч, как будто это место. И вот знакомит, что-то происходит дальше. Потому что с многими людьми, с которыми я тут познакомился, ты общаешься уже на протяжении нескольких лет. И там приезжаешь в гости. То есть это все вот так вот и происходит. Паш, расскажи вот как на тебя и пространство Окунева, как на творческого человека, на художника. Есть ли какое-то воздействие, что-то тебя здесь вдохновляло? Да, конечно. Окунева, оно только и делает, что вдохновляет. Потому что многие какие-то, ну, не многие, скажем так, иногда что-то происходит, да, что-то ты чувствуешь здесь. И когда приходит вдохновение, как говорится, ты хочешь изобразить что-то, что связано, может быть, с этим местом, а может быть, просто вдохновение находит на тебя, ну, по каким-то причинам. Я прям рисовал какие-то эскизы после Окунева, бывал, или прям когда жил здесь. Чиркаешь там, да, что-нибудь там на листке. И бывает, ты потом эту картину рисуешь там только через год. Там на холсте, маслом. Я вот сделал несколько каких-то там картин. Ну, ну, конечно, это мало, это просто мало. Мне хотелось прям сделать больше гораздо. Но пока не получается этим заниматься. Ты смотришь на эти пейзажи, и тебе хочется что-то нарисовать. Но пока я сделал только один пейзаж. А еще сделал там пару картин, связанных с определенными образами тоже. Сейчас они в разных местах находятся. Одна там картина в Новосибирске или она в Петербурге. Другая в Омске, третья еще где-то. Вот. Но Окунево для творческих людей это действительно место силы. Как, наверное, не только для художников, да, для музыкантов, которые могут прийти. Или поэтов, которые могут здесь что-то написать, может, какой-то рассказ. То есть здесь каждый возьмет свою какую-то часть, какое-то вдохновение, которое ему в чем-то поможет. Изображение вообще здесь кто-то, знаете, приезжает, кто-то прям видит, да, что-то там потустороннее. Кто-то сходит на Шайтан, на озеро, да, кто знает, там, 8 километров отсюда. И он прочувствует это озеро, видит каких-то там духов, как они говорят, там, или еще что-то там, да. Некоторые храм видят этот, рисуют, рисуют. И вот каждый человек, получается, создает какое-то изображение, и оно появляется вот в нашем, да, мире, вот в этом физическом. И его уже видят другие люди. Это является также продолжением для вдохновения других людей, которые, например, у меня бывали такие случаи, видят как-то там случайно, где-то так в Инстаграме или еще где-то увидели картину. Они написали мне, я пишу, да, это я там рисовал там в Окунево, а что это за Окунево? И они с помощью этого, там, этой картины, да, узнают про Окунево. И получается, что кто-то, у кого-то получается прям приехать, а они просто-напросто случайно где-то там пролистали новостную ленту, например, и это вот как-то вышло. То есть даже вот это вот играет свою роль. Казалось бы, ты ничего не делаешь, а у человека уже поменялась судьба, он увидел изображение и его привело в Окунево, да, сюда. Поэтому, я думаю, это какая-то, ну, достаточно важная часть, чтобы здесь люди приезжали, творили что-то. Ну, так что, друзья, мы с Павлом приглашаем вас в деревню, кто вот из зрителей будет смотреть, но не был еще, приезжайте сюда. У меня есть видео на канале, называется, когда лучше приезжать в деревню, там я о каждом месяце, май, июнь, июль, август, сентябрь рассказываю, там минусы, плюсы каждого месяца. Так что вы посмотрите, выберите себе оптимальное время, приезжайте. Вот, надеюсь, вы встретите Павла здесь. Конечно. Да, познакомитесь лично. А вообще, вот заканчивая этот сюжет, кстати, смотрите, какое небо. Так нам в солнечную погоду не удалось снять, конечно. Но сейчас выйдет солнце, как раз когда мы закончим все это дело. Конец сентября. Да, меняется. Да, 25 сентября. Ну, относительно день, который вот более-менее теплый, и хоть какой-то есть свет. Свет, да. Потому что в этом году сентябрь, ну, просто дождливый. Жесть, дождливый, темный какой-то, эти тучи постоянно свинцовые висят. Я не помню за 16 лет такого сентября. Ну, короче говоря, друзья, мы ждем вас в гости, в деревню. Приезжайте. Творите. Творите, да. Я думаю, если кто-то не был творческим человеком, то после приезда в Окунево обязательно у вас будет вдохновение на что-нибудь. А, кстати, я встречал людей, которые начинали после Окунево стихи писать. До этого у них вообще ничего не было в этой области, а потом вдруг пробивало, люди стихи начинали писать. Кстати, я тоже написал, наверное, где-то 4 или 5 штук. И они такие, на тему эзотерического плана. Это один из них был написан в Окунево, прям очень быстро. И прям, они даже где-то сохранились у меня. Вот, может быть, как-то кто-то и увидит их, не знаю. Когда-нибудь я это выставлю. Я выставлял их в ВКонтакте, это было давно. Поэтому оно влияет даже вот так вот. А сейчас, в принципе, мы тоже самое, мы занимаемся творчеством. Потому что вот эти разговоры, вот это видео, это все творчество, которое идет от души. И люди, как на картины, смотрят на видео, на живые картины. Это история, которая вот, она же не повторится уже, да? Не повторится, да. Поэтому никак. Интересно, когда это видео, если посмотрят лет через 10-20, многим будет это, наверное, по душе. Ну ладно, друзья, вот на этой позитивной ноте мы закончим сегодняшнюю нашу прогулку с Павлом, беседу такую. Надеюсь, не очень продолжительную. Надеюсь, мы вас не утомили. Ну все, до новых встреч, друзья. Всем пока. Подписывайтесь на канал Павла Азанова и также на мой канал, кто еще не подписался. Всем пока. До новых встреч. А вы до барабанщиков дошли? Дошли. А, вы уже были, да? Встали, замерзли, да. Замерзли. В середине, а, в конце сентября замерзли. А вы откуда? Из Омска. А, а, Мички. Я думал, вы откуда-нибудь с Америки. А вы водители? А вы водитель или видеоблогер? Я блогер и водитель по совместительству. Не знаю, что первое. А вот не знали, куда попали. Удивительный Окунева канал не попадался вам? Никогда. Ну вот посмотрите, на ютубе канал Удивительный Окунева. Теперь вы там. Теперь, да, вы там. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok